На Пионерском проспекте уже видны очертания будущих новшеств, но у глаза бросается беспорядок, который устроили рабочие, спиленные ветки деревьев и неухоженные проезды к санаториям. По мнению главы города, ответственные службы пустили благоустройство проспекта на самотек. Вот это что такое? Я к ней не обращаюсь. Вы к ней не обращались. Вы должны быть вчера с закатом солнца прийти и заставить вот это сделать. Почему это ничего не делается? Скажите мне. Это что за бардак? Вы посмотрите на этот тротуар. Кто это сделал? Скажите. Салтановский, Зеленстрой. Кто разрешал вообще резать зеленые ветки? Зеленстрой ручается. Спилены только сухие ветки и те, что помешали бы велосипедистам на их новом пути. Глава объяснения принял, но потребовал выполнять работу обдуманно. Это же замечание Сергей Павлович адресовал Римстрою. Зачем тянуть с асфальтированием и благоустройством вокруг? Почему не делать этого поэтапно? Это что? Вот это под асфальт? Или мы на один год делаем? Нет? Нет? Так сделайте вот этот отрезок. Подготовьте, подождите. Идите дальше. Вы зачем идете в минуту? Потому что это проще, понимаете, чем вот эта трудоемкая работа. Вы не подготовите, дальше вы не пойдете. Прямо сегодня начинаете. И после себя оставляйте порядок. Проезды к неработающим объектам на Пионерском должны быть недоступны. Это элементарные требования антитеррора. Пока идет благоустройство в порядок, надо привести все перекрестки и проезды. Запустение царит на бесхозяйственных территориях. Если не объявляется собственник, значит, наведение порядка должно стать заботой муниципалитета. Большинство руководителей действующих предприятий, как правило, уговаривать не надо. Сами понимают, что внешний облик – это визитная карточка их объектов. Директор «Спутника» рассказывает главе, как готовятся к сезону. У нас деревянные лежаки, но в этом году мы решили приобрести пластмассу. Потому что все-таки вид – это самое, что намного лучше. Ну, хотя они 2-3 года в грязниных видах все поломались и выкинули. А деревянные мы всегда можем подремонтировать. Ну, смотрите, это на ваше осмотрение. Они должны быть эстетичного вида. Да, да, да. Меня больше интересует спасательный пост. О, это вот мой новый спасательный пост. Чтобы это было красиво. А вот это что за коммуникации? Кто это вел? Это вот… Это НЭСК. Да, да, НЭСК. Так, и почему он НЭСК после себя не устранил? Сергей Павлович, завтра запускается. Значит, сегодня перекрыть ему здесь. Это что за линия идет? Вот это когда рыл НЭСК? Полгода назад. Если бы вы пешком здесь прошли, вот этого бы не было. Это что за коммуникация идет? Скажите. Клотрасса. Чья? Чья? Тепловик. Почему она в таком состоянии? Что с Кругликовым нельзя найти общий язык? Это же наш курортный проспект фактически. Понимаете? Мы готовим для людей. Вот он идет и смотрит. Вот, пожалуйста, Анапа. Неужели нельзя привести в порядок эту теклотрассу, а? К добросовестным руководителям вопросов нет. Просто нужен диалог властей и бизнеса. Глава требует не идти на пролом, а сообщать, делать комфортным пространство вокруг. Тем, кто самовольно пытается внести незаконные преобразования, зеленого света не будет. Ну, он награжден. С кем-то обошел? Был на комиссии. Ну что, отдали разрешение? Ну да, сказали проект сделать и отдал. Вы его сделали? Отдал, да. Что отда? Ну, проект документов. Давайте убирайте. Проведем по красной линии существующего выживания. Хорошо? Не надо бодаться, не надо играться. И самодеятельность. Отдал проект и получил согласованный проект. Это разные вещи. Хорошо? Хорошо. И сегодня начните демонтаж. Замечаний Сергей Сергеев высказал немало. Ежедневно глава хочет видеть отчет о том, как продвигаются работы. Каждый день заместители должны начинать на объекте, а вечером принимать новый этап ремонта. Продолжение следует.